Уроки Торы из Шатра Авраама. Хочу немножко сделать вступление. Вот вчера один мой приятель, Сергей Егименко, сказал хорошую фразу. Я с ним абсолютно согласен. Что долгие годы жизни, особенно в детстве, все учат нас, как жить. Ну, в школе учат, родители учат, общество учат, все учат, как жить. А надо обучать людей Торе. А Тора сама научит, как жить. Потому что внутри человека есть заложенная от Бога программа, есть потенциал. Когда человек слушает Тору, то он сам начинает понимать, у него появляется выбор, он начинает жить осознанно, к всему относиться осознанно, потому что Тора дает ему разумение. Так написано, царь Соломон писал, что научи юношу в начале пути. И он потом не свернет с него и научи его трепету перед Всевышним. Чему научить? Не просто наука в жизни, да? А научить трепету жизни. Вот так и мы. У нас есть еженедельная глава Торы. Мы постоянно понемножку, по чуть-чуть продвигаемся, познаем. Сказано, пророки говорили, что Всевышний не посылает слово тщетно, а только для того, чтобы оно выполнило, для того, для чего он его посылает. Поэтому мы вот так вот изучаем понемножку. Каждый слушает. Вот в Ютубе нас слушают. И человек понемножку, понемножку, понемножку. Реакция, конечно, разная. Кто-то говорит, что это все неправильно, кто-то даже возбуждает какую-то ярость. А у кого-то меняется жизнь. Вот. Поэтому будем с вами дальше изучать Тору. То, что есть мудрость и воля Всевышнего. Причем это для всех народов, не только для еврейского народа. Вот. И сегодня мы поговорим еще раз на тему иудаизм и христианства, развития отношений. Кто был на прошлом уроке, у нас была первая часть. Вот. И мы немножко... Ну, для кого эта тема? Я в прошлый раз говорил, что это не для того, чтобы доказать, кто прав, кто не прав. А то, как говорил Любавич Искереба, не надо воевать с тьмой, надо просто добавить свет. Сегодня все несовершенно. Нет ни одной совершенной религии, ни одной. Поэтому все нуждаются в добавлении света, все ищут путь к этому совершенству. Но, слава Богу, есть Тора. Это единственный источник, который может к этому привести. Вот. Поэтому, ну, это тема для людей, которые не боятся думать, которые не так, знаете, как есть стереотип. Человек сидит в этом стереотипе и боится даже задуматься, ну, когда новую какую-то информацию получает. Да. Ну, и, конечно, я верю, что эта тема, она поможет людям еврейского происхождения, которые находятся в других религиях сегодня, больше понять смысл иудаизма и найти путь домой, ну, в свою веру, так сказать, веру своих праотцов. Вот. И мы просто поговорим о самих названиях, вот, иудаизм и христианство, а потом немножко посмотрим, в чем несогласие, да еще какую-то одну точку. Мы не будем много, немножечко, по чуть-чуть будем, чтобы прояснялись какие-то, какие важные вещи. Вот вообще, откуда взялось такое название, иудаизм? Мы знаем, что все, что заканчивается на изм, то это как бы выражает устойчивое явление, да, вот, социализм, коммунизм, фашизм, все вот эти измы, да, это устойчивое явление. И так же иудаизм. Ну, это люди так назвали, просто нам надо понять смысл, откуда это название взялось, да, почему так назвали целую религию, когда это произошло. Вот, потому что это не все знают, вот, это интересный момент. Вот, как раз в наших главах происходит, которые мы изучаем сейчас с вами, когда Яков женится на Лее, и Лея рождает ему шесть сыновей, когда она родила четвертого, она назвала его Игуда, и сказала такие слова, на этот раз восхвалю я Господа. И вот это слово восхвалю, имеется значение возблагодарю, это слово Ягуда, и это имя ее четвертого сына, да. И потом мы знаем, что появилось колено Ягуды, вот, целое колено называлось колено Ягуды, вот, и только, ну, далеко вперед, вот, когда мы знаем, есть такой праздник Пурим, да, там, вот эта и Пуримская история, есть человек по имени Мардыхай, и царица Эстер, ну, в греческой идее она называется Исфирь, да, вот, и там первый раз вот этого человека Мардыхай называют Ягуди, хотя интересно, что он не является из колена Ягуды, он сам был из колена Беньямина, но так уже народы окрестили, да, вот, именно от этого имени Ягуди, и его Ягуди, и все евреи стали Иудеи, их так стали называть, да, Иудеи, а ту веру, в которую они верили, вот эти законы, которые получили на горе Синаи, для еврейского народа, стали называть иудаизмом, то есть, что стоит у основания, у основания, если просто так очень поверхностно, и просто сказать, основания веры этого народа, за все благодарить Бога, Бог один, все, что он делает, все, что сегодня кажется нам плохое, все, что чуть-чуть не нравится, вот прямо сегодня, за все благодарить Бога, есть Бог, он творец, он хозяин, он управляет, один единственный управляет в этом мире, он вездесущий, он всемогущий, нет другого имени, вообще, под небом, да, вот, и надо его благодарить, быть благодарным Богу всегда, это суть иудаизма, в принципе, я считаю, что это должна быть суть любого верующего человека, правильно, суть любого верующего человека, благодарить Богу, Бога прославлять его, вот, а как его прославлять, жить по тем законам, которые он дал на горе Синаи, когда я говорю, что я там прославляю Всевышнего, то он говорит, ты прославь меня жизнью своей, пусть люди, глядя на тебя, глядя на твои поступки, на твое поведение, люди скажут, слава Богу за этого человека, мы видим, что Бог есть, да, и они как-то даже заинтересуются, вот, и мы знаем, что на горе Синаи, когда еврейский народ, как образовалось, вот то, что назвали религией, получил особенную миссию, то, что называют избрание, да, избрание, часто люди понимают это слово очень неправильно, они говорят так, что, это значит, что Бог избрал евреев, значит, он любит их больше, чем других, но это же бред, и так нигде не сказано, и никто так никогда не говорит, а о чем говорится избрание, вот, если, например, вот сидит коллектив, и надо выбрать, например, ну, я специально похуже назову, чтобы никто не рад, отряд дворников, да, вот отряд дворников, у них будет особенная миссия, вот мы все будем все как обычно, а они будут тут все убирать, и надо отряд, я скажу, надо избрать среди нас дворников, и это будет избранное, вот мы с вами так решим, это будут избранные люди, они будут делать особенную работу, мы будем делать все, каждый свое, они будут за нами, за всеми убирать, и делать нам условия, чтобы нам здесь было с вами хорошо и комфортно жить, да, вот примерно так, Всевышний избрал еврейский народ, отделил их от других, и назначил их быть священниками, так написано, светочек для народов мира, то есть рассказать народам о вот этих семи законах, которые для всего человечества, совершать определенные молитвы в храме, когда был храм или жертвоприношение, потом это переросло в общественные молитвы, то есть есть определенный труд на Всевышнего, но это чисто сугубо работа еврейского народа, поэтому это называется избрание, и вот это вот люди назвали иудаизмом, и часто люди путают, говорят, ну это иудаизм, и не совсем понимают, о чем идет речь, вот это конкретно мы понимаем, что и о чем идет речь, вот, теперь следующее название христианство, значит, во время существования второго храма, в стране Израиля, жил человек по имени Егошуа, его имя Егошуа, да, и он был еврейский проповедник, но это человек, мы не будем сейчас какие-то тонкости, то, что люди говорят, там споры есть, как он был, кто он был, тонкости, главное, что он был человек, это был еврейский человек, это мы видим, и он проповедовал, он ходил людям, и передавал знания Тора, куда мы видим, что это знания Торы, прямо в Библии, которую писали греки, антисемиты, более того, потому что ее писали люди, антисемитской наклонности, поэтому она вся, там много интересного, много полезного, но в чем трудность, что она пропитана антисемитизмом, она пропитана ненавистью к еврейскому народу, это проблема, это большая проблема, вот, и мы там можем, вот, увидеть, что он ходил, и что он говорил, он говорил, я не пришел к праведным, я пришел к погибшим овцам дома Израиля, я не пришел отменить законы, я не пришел отменить пророков, более того, он говорит, что будет наказание у людей, кто так будет поступать, тут написано, наименьшим наречется в Царстве Небесном, в Царстве Бога, то есть, очень четко и понятно, в принципе, то его предназначение, которое он делал, его звали Егошуа, но так как мы уже с вами не раз говорили, на греческом языке нет буквы Ша, то его назвали Иисус, Егошуа, это обычное еврейское имя, вот мы знаем, после Маше, предводителем еврейского народа, стал Егошуа Бен Нун, да, в греческой философии он назвал Иисус Навин, Егошуа Бен, то есть, Бен это сын, Егошуа сын Нуна, ну перевели так, Иисус Навин, ну хорошо, вот, но сама идея, мы понимаем, да, это был человек, вот, и мы в прошлый раз, с вами, я рекомендую, кому интересна эта тема, посмотреть, в прошлое воскресенье у нас была первая часть этой темы, поэтому мы повторяться не будем, потому что нам важно понять развитие взаимоотношений, да, и мы говорили в прошлый раз, что в начале, то, что называлось христианство, то есть, последствия учения вот этого самого проповедника, да, у него появились ученики, появились последователи, и это было еврейское течение, и среди евреев, в Израиле, было спор, насколько оно правильно, насколько оно, но это всегда, в Израиле всегда спорили по поводу учения, если мы возьмем уроки Талмуда, мы увидим, мудрецы всегда спорили, доказывали, это был спор во имя небес, это были хорошие споры, конструктивные споры, в этих спорах рождалась истина, вот, и мы видим, что, так оно и было, первый этап, это было еврейское движение, потом мы знаем, что это стало уже без еврейское движение, да, в той же Библии, есть там послание к Орифианам, Ефесянам, то есть, мы видим, что вот такие общины, которые стали верить в единого Бога, они стали появляться по разным городам, Греции, Рим, все, что там вот вокруг Иерусалима, да, потому что эти ученики шли в разные земли, и начинали там распространять это учение, вот, из 325 года в городе Никеи провели Вселенский Собор, вот, и, прямо, было прописано три истины, о которых мы говорили в прошлый раз, это первое, что Иисуса считать Богом, равным Отцу, то есть, человек Бог, вот, праздник Песах, никогда не праздновать вместе с еврейским народом, это уже не Песах, а Пасха, и появляется новая идея, мы ее сегодня немножко затронем, что именно Иисус, это Пасха, закланная за грехи человечества, вот, и третье, это вместо Дня Господнего, субботы, как бы, постановить, что это будет День Поклонения Всевышнему, по всем странам, это будет воскресенье, то есть, на зло еврейскому народу, скажем так, Иисус к этим постановлениям всем не имел никакого, ни малейшего отношения, он везде, везде в Библии, ни в одном месте, он не называл себя Богом, потому что для еврейского человека это утопия, даже мошенника, да, говорили, что он божественный, имеет там, большие силы, но это человек, какие бы силы не имел человек, исцелять людей, пророчествовать, предвидеть, предсказывать, это человек, которому Бог дает какие-то силы божественные, но чтобы он был прямо Бог, и вот эта вот концепция, это самое главное, это точка разрыва, почему это очень важно, потому что существует еще много разных деталей, много разных разностей, вот спорных моментов, но вот это главная точка разрыва, а мы знаем, что там, где разорвали нитку, то если в этом месте связать на узел, можно все починить, и в этом месте уже никогда не порвется, поэтому, например, ну это лично мое мнение, когда люди поймут вот эту истину, с этой точки начнется большое восстановление, но представьте, если 2000 лет говорили о другом, надо иметь разновение, чтобы разобраться, чтобы почитать, чтобы самому вникнуть, чтобы задать самому себе вопросы, как человек может быть Богом, если Бог явился во плоти, значит, если он оттуда пришел сюда, там его уже нет, или если Иисус молится Богу и называет его Отцом, Отец Небесный, значит, это он разговаривает сам с собой, это у него монолог, и он как бы сценку такую играет, да, вот это очень важный момент, почему? Потому что именно это стало местом разрыва, и навсегда отношения евреев к этой религии стали другими, вот до этого момента было еще все под вопросом, Иисуса называли Машеахом, мы разберемся это в другой части нашего урока, как угодно, но когда его назвали Богом, все отношения навсегда были потеряны, и тогда что? Надо было формировать новую религию, и эту религию так и назвали, так как его назвали Христос Помазанник, то религия стала называться Христианство, да, и тут уже люди сами могут просто взять и пройтись, например, по истории христианства, посмотреть, ну, какое оно было, что происходило, вот эти крестовые походы, ну, как та Библия, которая цитировалась, подставь щеку, подставь другую, да, как она исполнялась теми людьми, которые, ну, говорили, что это Новый Завет, это закон Бога, мы видим никогда, ни в какие веках, ни раньше, ни сегодня, никогда эти законы не были внедрены, потому что фактически их Всевышний не давал, а это были какие-то греческие искажения, какие-то римские добавки, и сегодня многие об этом знают, просто сегодня многие об этом знают, просто люди не знают, что с этим делать, но две тысячи лет так было, некоторые люди даже боятся об этом думать, знаете, я говорил с одним своим приятелем, мы дружим давно, он христианин, и когда я ему немножко начал говорить эти темы, он говорит, остановись, у него перепуганное было лицо, он говорит, ты сейчас выбьешь веру из-под моих ног, а я понимаю, сказано нельзя быть вероломным, знаете, если ты поломаешь веру в человек, а что взамен, но он еще не готов ментально, пусть хоть так будет, пусть хоть так, и я перестал его, ну что-то как-то, я хотел по-хорошему, но думал, но потом я увидел, это не так просто, не так просто, это хорошее до людей донести, люди боятся, а что я с этой информацией буду, истину, ты познаешь, истина сделает тебя свободным, но не все люди умеют жить в этой свободе, потому что жить в свободе, это большая ответственность, теперь никто ничего не должен, теперь ты сам должен взять за себя ответственность, а это не все люди это умеют, не все люди понимают, как это делается, да, мы видим сложности, когда еврейский народ так мечтал о свободе, а потом, когда они вышли в пустыню, найдем вам свободу, и помощь Всевышнего, и начался там было много моментов, робота, кто-то сразу кричал, давайте назад, нам там кушать давали, там нам рыбу, ну, всякие разные были моменты, свободное, это сложное явление немножко, да, вот, поэтому, ну, я абсолютно уверен, что все равно этот процесс будет происходить, потому что написано в Торе, что придет время, люди скажут, Бог один, их не три, не больше, не меньше, Он один, единственный, который все сотворил, и всем управляет, и поэтому всегда, и в первой части, то, что назвали Библией, Ветхий Завет, Новый Завет, есть только Вечный Завет, и евреи всегда называли, Господь Бог, как бы двойное имя такое сокращенное, да, на еврейке это звучит чуть-чуть иначе, но по-русски даже, двойное имя, тот, кто все создал, создатель, творец, и тот, кто всем управляет, господин, хозяин, вот это вот, два действия таких, это важно понять, кому он молится, да, Иисус так и говорит людям, поймите, что вот этот, кто все создал, и все управляет, он ваш отец, он родил вас, не просто создал человека, из праха, а еще и вдохнул дыхание жизни, да, как бы душа это чуть-чуть, это маленькая частица Бога внутри тела, и поэтому ваша душа может строить с Богом отношения через молитву, и молитесь так Отец Небесный, вот чему он учил еврейских людей в Израиле, в те далекие две тысячи лет назад, вот, теперь немножко поговорим, вот как родилась такая доктрина, что человек стал Богом, надо немножко понимать тонкости христианского учения, ну, на чем оно построено, почему так важно было сделать грекам, мы уже не говорим, что в греческой философии было много богов, то есть Иисус не являлся первым богом, бога-человеком, да, вся греческая мифология построена, что там был целый олимп богов, и что это были за боги, это были люди, люди-боги, которые были рождены от богов, да, и при помощи человеческой женщины, Зевсы, Гераклы, Афродиты, так далее, так далее, там было очень много, да, было боги-человеки, это было нормальное явление, поэтому в то время, Иисус как Бог, люди сильно не сопротивлялись, не нормальное явление, они приняли, да, вот, но почему важно было, чтобы он стал богом, именно так было записать, и заставить всех так подумать, вот, то я хочу такое выражение сказать, вот вы можете его часто слышать, например, Евангелие, да, это греческое слово, Евангелие, есть даже такие специально, ну, названия общин, Евангелисты, да, и это слово переводится, как благая весть, в чем суть и корень, вот этой благой вести, ну, надо понять основание, вот, этой религии, которая она родилась, две тысячи лет назад, в чем основание этой религии, то, говорят так, что Иисус, пойдя на крест, мы знали, что его казнили, да, на кресте, это была римская казнь, так казнили только римляне, если бы во Франции, например, но это было уже попозже, была гильотина, где-то расстреливали, римляне прибивали людей на крест, вот такая была у них казнь, да, и после того, как его казнили, ну, была сформулирована такая идея, что он, пойдя на крест, стал жертвой, жертвой, жертвой какой, что он принес себя в жертву за грехи всего человечества, вот, услышьте, что он принес себя за грехи всего человечества, и такие цитаты появились в Библии, что без пролития крови нет прощения, без пролития крови нет прощения, и что он есть Пасха, закланная за нас, то есть он пасхальный Агнец, закланная за нас, поэтому, если я хочу попасть в рай, я не могу искупить свои грехи, кроме как того, что поверить, что он Бог, и что он умер за мои грехи, и он является моим личным спасителем, ведь я заодно сейчас сделаю просвещение для людей христианского толка, потому что сегодня же многие ходят, они говорят, я христианин, а ты его спроси, что это значит, во что ты веришь, ну, в чем основание твоей веры, и человек не сможет объяснить, вот основание этой веры, и поэтому говорят, что единственная правильная религия на земле, это может быть только христианство, и там уже дальше идут такие цитаты, я есть дверь к отцу, вход только через меня, ну, то есть вот под вот эту вот идею, и получается, что начались крестовые походы, начало насильное утверждение этой религии, то есть я полюблю тебя до смерти, мы же хотим хорошего, мы должны насадить везде, и крестили людей насильно, и религию эту насильно утверждали, это я говорю о прошлых годах, это не секрет, это уже история, но идея в чем заключается, потому что они верили, что действительно так, слушайте, ну, сегодня есть люди террористы, которые тоже, у них есть своя вера, и они идут на смерть, посмотрите, идут на смерть, тоже за свою веру, у них есть тоже какая-то идея, что им там будет в небесах, но только иудаизм на этом не построен, иудаизм построен совсем наоборот, ты здесь на земле живи, там на небесах никто не знает, что там будет, все знают только примерно, никто не знает точно, все знают примерно, есть какие-то понятия, это есть, да, есть мир за этой жизнью, конечно, да, есть понятие ад и рай, они очень разнятся в иудаизме и в христианстве, будет время, об этом тоже поговорим, да, но здесь надо жить, вот здесь на земле, кстати, слова Иисуса, они тоже еврейского проповедника, он говорит, да будет царство, то есть здесь на земле, как на небе, лично он никогда туда никого не звал, и он никогда не говорил сам, что я вот умираю за грехи всего человечества, потому что, а кто дал такую ответственность, кто дал такую ответственность, хотя здесь есть какая-то, ну интересная идея, вы проговорим ее дальше, интересная идея какая-то есть, есть понимание в еврейской интерпретации, заслуга прародителей, да, вот мы видим это как раз в наших главах, был Авраам, и Всевышний говорит Ицхак, ради отца твоего, ради заслуг отца твоего Авраама, но сейчас я заключаю с тобой персональный завет, потом говорит Ицхаку, да, потом говорит Якову, ради деда твоего Авраама, и ради сына твоего Ицхака, есть их заслуга, она распространяется на тебя, но с тобой я заключаю персональный завет, мы как раз поговорим об этом во второй части урока, да, и так же каждый человек, есть какая-то заслуга, так и этот человек, он учил, он служил Всевышнему, он распространял людям Тору, он примерял людей с Богом, есть какая-то заслуга, возможно, она была на его учениках, да, и поэтому, когда молятся во имя Иисуса, надо понимать, о чем тогда, 2000 лет назад, была идея, да, например, помните, как, например, Элиезер говорит, где Господь Бог Авраама, да, он не чувствовал, что у него есть такая заслуга, но он говорил, где Господь Бог Авраама, я его верный слуга, и я пошел выполнять то, что он меня послал, пусть заслуга Авраама работает для меня, так и было, когда-то пророк Илиша, который служил так же само пророку Ильи, говорит, где Господь Бог Ильи, и открылась речка, точно так же, как эта сила работала для его учителя, есть какая-то заслуга, но это совершенно другая идея, но здесь произошла совершенно другая потасовка, вот, теперь давайте посмотрим, почему евреи не приняли однозначно эту идею, и она же красиво звучит, да, но просто евреи же изучали тору, они же получили ее на гресе Най, они знали все законы, и причем сами служили, я не пришел отменить законы, не пришел отменить пророков, то есть ничего не меняется, я пришел только восстановить погибшее, отпавшее, вот, и поэтому вот эта идея, что он пасхальный агнец, да, почему праздник Песок, первый же собор в 325 году, тоже был подпоменен этот праздник, и сказано, что Иисус является паста, закланная за нас, вот, так надо понять, что были разные жертвоприношения, те, кто понимает законы, была там грехоочистительная жертва, была повинная жертва, была жертва благодарения, да, жертва всесожжения называлась, были разные жертвы, и говорят, что он жертва за грехи, то есть это грехоочистительная жертва, да, но дело в том, что пасхальный агнец, вот, когда евреи выходили из Египта, пасхальный агнец никогда не был грехоочистительный, он не искупал грехи человека, века пасхальный агнес паста это было совсем но это была праздничная жертва и это было символ доверия богу поэтому если бы люди которые тогда составляли всю эту концепцию они бы могли как-то иначе есть как это сделать более технично если бы они понимали о чем речь вот поэтому евреи причем здесь пасхальная жертва и причем здесь прощение грехов это совершенно не не работает следующие моменты были написаны такие доктрины без пролития крови нет прощения грехов и существует такая доктрина что даже все те кто умер до того как был христос что они находятся где-то там они в рай не попали они находятся где-то там в особенном месте то время то есть вот такая вот концепция без пролития грехов нет прощения без пролития крови насколько это актуальная ну для евреев было событие мы с вами вот недавно были свидетелями событий кто изучает еженедельную главу что авраам взял и цхата и хотел привести его в жертву в то время язычники приносили людей в жертву но вот на этом примере всевышний один раз и всему человечеству навсегда показал что он не приемли человеческих жертв даже от такого генерала веры как авраам потому что все знали в те времена что авраам это князь божий поэтому какое пролитие крови человеческая жертва не угодно всевышнему поэтому как он мог поменять ну свою тору все то что было сказано изначально жертву приносили животных это другое дело вот теперь идея нет прощения грехов задается вопрос а как раньше вот много тысяч лет люди грешили даже до того как появился храм и появилась идея жертвоприношений да а до этого вот адам например мы читаем про адама сказано что он потом раскаялся вернуться к своей жене там есть целая история а про каина каин раскаялся то есть есть такое понимание покаяние перед богом раскаяние это всегда было это всегда есть это всегда будет то что и иудеизме называется словом чуба вот что слово покаяться раскаяться надо понимать о чем речь надо минут 15 поговорить что понять что это да то есть даже есть греческое слово вот метанония по моему она называется и она используется в армейском глаголе повернуться на 180 градусов то есть что такое рассказать это когда ты сожалеешь ты просишь прощение и ты на 180 градусов меняешь свое поведение то есть если ты вчера прелюбодействовал . завтра уже нет если ты вчера воровал . завтра уже нет ты меняешь поведение да вот это называется раскаяние адам каяться но все все то искали каялся давид много раз каялся например молитва давида он говорит он молился и говорит господи от явных грехов очисти меня то есть он понимал что он грешит и он у меня нет силы вот это вот преодолеть ну правильно от явных значит открытых для меня и от тайных убереги то есть он понимал что при определенных обстоятельствах человек есть человек и при определенных обстоятельствах он может так что и согрешите есть какие-то вещи внутри него что он еще не знает как они будут активированы потом то есть человек осознавал свою натуру свою природу вот эту свою природную слабость и он просил у бога силы он я не хочу дай мне силы в нужный момент не согреши то есть это всегда эта идея раскаяние перед богом и очищение от грехов она всегда работала в еврейском народе даже то еврейского народа эта концепция она была задумана до сотворения мира говорят наши модельцы вот этот шума понимание что человек может всегда семь раз упадет праведник но вернется ко всевышнюю возможность вернуться к богу вся тора про это вся тора про это про возможность вернуться к богу и когда закончились жертвоприношение в израиле так вот это жертвоприношение это молитва потому что в жертвоприношении вот это вот барашка которого приносили возлагали руки и произносили слова покаяния главное это было служение сердца барашек он усилил помогал немощному человеку ощутить важность вопроса и всевышний давиду говорили пью ли я кровь козлов и емли я мясо валов все животные мои принеси мне в жертву слова прощения почему жертву уже чеку трудно наступить на себя гордость мешает еще что-то мешает и это он принеси в жертву слова прощения и обеты свои создать ну исполни и начни жить по иному начни жить по заповедям попроси прощения у бога и начни жить по заповедям и ты увидишь как вокруг тебя все изменится и многие вопросы которые не решались до этого момента придет прорыв свою жизнь почему всевышний откроешь флагбам он просит тебя и очистит вокруг тебя все потому что человек бывает из-за грехов сидит в такой вот клипе как говорится в такой шкар лупе и он не может не душа его не радоваться ни дела у него не получается не общение все стоит но вот это вот идея без пролития крови насколько это она адекватная идея чтобы на ней построить основу религии и тогда конечно понятно что если просто человек умер то кто имеет право умереть за грехи другого заслуга это одно но умереть за грехи другого нет такой юридической дикции по той поэтому надо было понимать что это не просто человек а это сам бог ну и вся вот это вот концепция конечно простят меня люди у кого может быть рушится какое-то мировоззрение но я говорю что я от чистых побуждений потому что зная истину человек на самом деле получает свободу получает свободу я же не говорю это где-то в тайне где-то как-то я говорю это открыто потому что ну вот есть тора вот есть голова вот есть история да человек может все это проанализировать все это понять да и сегодня есть возможность у любой религии и вообще у нерелигиозного религия сегодня уже приобретает отрицательный оттенок потому что они разные противоречивые любой человек верующий в бога вот так и скажу может строить с ним замечательные взаимоотношения может просить у него прощения может опять что-то нарушить опять попросить прощения это уже диалог это уже жизнь она у каждого своя этот путь всегда был открыт он сейчас открыт и он будет открыт и когда я задаю людям вопрос но как вы считаете вот только вот таким путем можно попасть в рай а все сами люди мусульмане все остальные индуисты все остальные вот это мир все идут в ад ну на эти вопросы люди отвечают все по-разному здесь нет какого-то однобокого ответа да и вообще вот ну и же в каждой религии но разные люди да поэтому здесь нельзя обобщать человек он всегда человек поэтому нельзя сказать то религия такая-то такая мы сейчас рассматриваем прописанные догмы то что прописано то что вот имеется подтверждение чтобы лучше разобраться цель это какая цель разобраться как мне среди всего вот этого найти путь с богом личный путь с богом как авраам нашел как ицхаб нашел как яков нашел как другие находили так и я хочу найти свой личный путь отталкиваясь от всех этих библейских примеров от всех этих примеров которые даны нам в торе они для чего мне даны это же тора это книга жизни не просто чтобы я историю знал и спорил о ней это ничего не принесет это дано здесь и сейчас для того чтобы человек сам для себя понял что он есть душа живущая в теле как и устроить свои взаимоотношения я хочу пример привести на этом закончу этот урок у нас в этот шаббат был такой интересный момент после молитвы была трапеза небольшая урок и там один мой приятель мы как бы помянули день ухода из этого мира его папы есть такой день когда человек покинул этот мир есть такая традиция еврейском народе накрыть стол помянуть этого человека сказать о нем что-то хорошее знаете вот он сказал на своем отце кое-что я хочу вам это передать и поделиться с вами вот он не причислял себя какой-то религии но он был глубоко порядочным человеком вот и этот мой приятель он привел такой пример из толноу да а потом показал как это выразил из жизни его отца он ли столму gemi есть такое написанное выражение тот кто боится жить не боится умереть что имеется ввиду боится жить ходу боится жить как попало тот кто боится жить как попало тот потом не боится умереть улавливаете И он рассказал, как умирал его отец. Он говорит, я сидел с ним и задавил вопрос, папа, ну страшно тебе? Он говорит, ты знаешь, вообще не страшно, я хочу, чтобы уже скорее остановилось сердце, я устал, я ухожу с легкой душой, потому что я нормально жил всегда, поэтому мне вообще не страшно никак умереть. И он немножко рассказал несколько сюжетов, он много лет прослужил в милиции, это сложное для благочестивых людей место, да и потом сын немножко пошел по его стопам, и он давал ему такие советы, что он говорит, пойми, что засадить человека очень просто, ну открытые двери в тюрьму, но выход оттуда очень сложный. Убить человека легко, а вот помочь человеку тяжело, понимаете? Человек жил, он верил во Всевышнего, но он не был принадлежности, не имел какой-то религии, да, но он жил по заповедям Бога, и это сказывается, когда он уходил. Ему было легко, просто, потому что он жил не подло, жил по законам, старался жить по законам Бога, да, и вот это есть основа монотеизма, основная идея, вот у нас есть книга «Жизнь по Торе», это когда ты веришь в единого Бога, и ты стараешься, ты меняешь себя, совершенствуешь себя, у тебя не всегда получается, поэтому тебе дана идея раскаяния, тебе даются силы с небес, и ты дальше продолжаешь свой путь, и живешь, и несешь свет вокруг себя, на то, насколько ты это можешь делать. Вот идея монотеизма, вот то, чем занимался Авраам, когда еще не было никаких религий, вот те колодцы, которые откапывал Ицхак, когда еще не было никаких религий, вот то, чем занимались верующие люди. Вот, поэтому будьте здоровы, думайте, принимайте решения, и все будет очень хорошо. На этом первый урок закончен. Субтитры сделал DimaTorzok